Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делали! С вами Дарья Топузлиева. Конец 19 века ознаменовался появлением среди стрелкового оружия автоматических пистолетов. Поначалу казалось, что эти громоздкие штуки никогда не смогут составить конкуренцию револьверу. Но пистолеты дали пищу для ума изобретателям того времени, и следующие сто лет они посвятили короткоствольному оружию. Одним из ярчайших представителей которого стал пистолет конструкции Люгера, известный в народе как «Парабелум». Поговаривают, что Георг Люгер позаимствовал устройство пистолета у своего наставника Хуга Борхарда. Но не торопитесь обвинять гениального немца в бессовестном плагиате. Во-первых, сам он не скрывал, что идея принадлежит учителю. К тому же на первом этапе модель так и называлась – пистолет Борхарда Люгера. Во-вторых, именно Георг внес очень важные изменения в саму конструкцию, облегчив и удешевив ее. Настолько, что пистолет из интересного, но непрактичного эксперимента превратился в удобное и эффективное оружие. С самого начала Люгер нацелился на армейские заказы, и первой его мишенью стала армия Швейцарии. Образцы будущего «Парабелума», тогда еще калибра 7,65, были представлены на испытании в 1899 году. В результате фирма получила заказ на 3000 единиц. Пистолеты успели поступить на вооружение в Болгарию и США, прежде чем родное германское правительство сообразило вплотную заняться снабжением своей армии автоматикой. На испытательном полигоне в 1902 году сошлись знаменитые Маузер, Браунинг и, конечно же, «Парабелум». Несмотря на жесткую конкуренцию, наш герой одержал победу. Тогда же у пистолета Люгера появилось громкое название «Парабелум». Это часть древней латинской поговорки «Сиви с пацем парабелум» – «Хочешь мира, готовься к войне». Почти сразу появилось и шуточное искажение этой фразы – «Хочешь мира, готовь парабелум». Но все же главной заслугой Люгера стал переход с калибра 7,65 на 9 мм. Сегодня этот патрон, так и получивший название «Парабелум», является одним из трех официально утвержденных для стран-участниц блока НАТО. «Парабелум» прошел обе мировые войны. Впервые в Германии появились модели со сверхдлинным стволом, деревянным прикладом и вместительным барабанным магазином. Подобные монстры, по задумке командования, должны были заменить карабины в артиллерийских войсках. «Парабелум» зарекомендовал себя как надежный механизм уничтожения. Вот только выиграть войну Германии, к счастью, он не помог ни в первый, ни во второй раз. Мало того, попал под запрет Версальского договора. Производство удалось сохранить только благодаря фирме «Маузер». Сегодня эта компания производит ограниченные партии парабелумов различных модификаций. В большинстве своем это очень дорогие подарочные образцы. Тем не менее, каждый из них является все тем же старым добрым парабелумом. Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! «Тренды-бренды» – сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова